но здорово влад приехал к нам посмотреть что у нас творится ну пойдем посмотрим что рассказать он сразу же наш постоянный гость 35 вот видишь уже приехал эндоскоп сейчас остывает будем смотреть пробег уже 170 с небольшим как обычно на холодные стуки масло при уже даже начал подъедать легендарный g4 на поэтому при таком пробеге обязательно надо посмотреть вот пока остывает вот дальше и спортаж старенький до дизельный подъехал да это у нас я двушка дизельная там течи в районе тнвд солярки но у нас записано запу лент пригнал оставил будем смотреть так здесь пригнали из другого города авто гранд старакс весело лишь обклеены его привезли на его квадри сгрузили запись у нас на восьмое угадай угар угар угадай с чем называется угадал причем у себя в городе уже с ему сняли поддон нашли стружку но соответственно там побоялись сделать тоже двигатель двигатель этого не знаете не сталкивался вот он ее на эвакуаторе нам переправил через записи она ноги через недельку ну возможно даже раньше приступим к снятию мотору будем разбирать смотреть откуда же стружка взялась конечно но если допустим у вас далеко не первый думаю не последний где машина вы ездит в регионах есть проблемы с двигателем да не только с двигателем там даже с той же самой топливной системой где у себя местные люди решить это не могут вот ищут ближайшие точки где люди знают умеют таких машин достаточно много да также напомните вы можете снять агрегат какой-либо и отправить нам транспортные мы его здесь починим отправим вам обратно за сущу да таких тоже хватает здесь у нас машин не заводилась заглохла в движении проблемы по топливке даже здесь закрыта но собственно тут двигатель контрактный уже установлен причем установлен он был вместе судя по меткам прям его вместе с форсунками брали третья форсунка отщелкнула льет остальные три тоже не в допусках сейчас закрыта может без форсунок но собственно клиент привез свои старые форсунки которые были у него установлены на его старом двигателе он их в запасе держал вот сейчас попозже тоже загоним будем ставить так здесь у нас это у нас ждет электрика машина там тоже в таком состоянии такой тоже загадочный автомобиль у нас то есть связь с блоком управление двигателем то нет причем как бы разъемы все на месте вот час или ты сегодня выходной а так машина к нему есть чем поковыряться то что и такие тоже поступает и вот sorento да уже какая модная решеточка 2 и 2 дизель d4 h и пробег уже там хорошо за 200 были уже там уже давно рекомендации к замене топливной системы сейчас человек решился вот пригнал она у нас стоит менять топливную систему целиком да да человек сказал он как мы меняем здесь тнвд форсунки у нас на проверке его стружечка уже было были ошибки по высокому низкому давлению периодически там может но уже давно сушились насколько помню же полгода назад ему нашли стружку в системе и вот он ее докатывал копил деньги на ремонт и вот сейчас созрел для того чтобы полностью восстановить работу топливную систему ну тнвд как бы здесь у нас к замене идет однозначно так это и наши рекомендации да и желание клиенту было в принципе форсунки на группу сейчас правильно сейчас проверим в каком состоянии сами форсунки тоже принципе надо понимать может быть еще даже и ремонт какой-то возможно с ними если дело до этого дойдет либо же замена тому же будем смотреться по факту ну и в любом случае мойка все топливной системы обязательно без это что стружку надо полностью удалить иначе весь этот ремонт будет абсолютно выкинутыми деньгами так ну слушай поэтому с тобой уже даже прошлом до говорили вот клиент все еще пока там этот d4 h е новый 2 и 2 дизель который у нас который чаще далек так это у нас соренто каешка 2 и 4 по двигателю угадай что вот нам будем снимать разбирать так grand star x какой модненький весь в рапторе прям но здесь человек после ремонта кузова до в стороннем сервисе что-то ему натворили короче нету связи с коробкой с блоком управления коробкой учитывая там весь все днище в антикоре что есть вариант либо физически они повредили жгут либо может быть какие-то разъемы залили все антикором потому что там даже пришлось шкив компрессора менять по его полностью залили антикором вот так вот заподлицом ужас вообще ну хорошо хотели сделать но все-таки какие-то основные агрегат надо было закрывать об да g4 джей вот сейчас уже у нас он находится на сборке ждет свои очереди на установку в принципе тоже достаточно частая история здесь даже особо и говорить не о чем также у нас вот в общем и на ремонте движка бензинка ну вот сегодня смотри как по приехал до старичок honda и таракан да видишь но проблема тут помимо всего еще с кузовом понятно тут у нас бросается носа кстати если вы начали закрыты на посмотри каком состоянии салон явно человек прям вот салоном занимался я свежеперешитый вот я когда в нее сел я прям приятно удивился потому что вот в салоне может быть честно говоря не он не уточнял но блин салоне она прям как будто пятилетка вообще в очень хорошее состояние но здесь другая проблема 2 5 дизель и в системе охлаждения такая дикая эмульсия даже опрессовку делать не стали здесь уже даже так понятно что головка потребует снятие возможно даже замены потому что в принципе на этих движках это достаточно распространенная проблема так ну смотри пойдем я тебя покажу вот видишь тут покрасочная камера здесь у нас сашка машину готовит уже проведению покрасочных работ да вот видишь здесь покраска заднего крыла проем частично красим ну да у тебя да у тебя там должны быть вот кстати вот это же это же с него дверь тоже уже на подготовке передок раз получается там капот крыло до стола там по был сильный и у нас еще там крышек и насколько я помню но это уже пока приварить на завершена так пойдем так вот еще здесь здесь косметический ремонт нового видишь это та свежая машина это тоже в принципе даже пойдем пойдем посмотрим даже мне интересно какого она у нас года нет это слушает а 19 год но в любом случае согласись но пять лет машине и вот уже под задним стеклом и вот такие такая коррозия да ну видишь здесь еще благо хотя бы не сквозные потому что там машины более ранних годов уже когда здесь при таких же работах приходится сквозные дырки еще устранять но здесь просьба косметика задние двери там немножко крышу будем и так по сколам еще пройдемся так здесь сид тоже на косметический ремонт как ты видишь да уже крыль крышу начали подготавливать срезали стекло вот капот на подготовке здесь тоже клиент хочет привести автомобили в состоянии близкое к такому как он ее покупал салоне машины так понял она в одних руках очень в бережном отношении и вот все эти сколы мелкие вмятинки которые знаешь там иногда неожиданно появляются на крышах и на капотах вот это мы все будем устранять да здесь у нас молдинг не закрывает и вот эта часть во первых это мы под молдингом скапливается большое количество грязи которые потом начинает благо красочное покрытие повреждать образуются маленькие рыжики если вовремя их не убрать там уже вплоть до сквозных дырок можно запустить ну это уже по пожеланию потому что не все тоже любят эти пленки на самом деле и ты знаешь вот как помнишь да вот этот сантафой который мы смотрели хотя наверняка тоже кадр остались во что может привлять превратиться пленка со временем если особенно на ней еще и сэкономить ну слушай вот наверное под конец субботнего дня наверное все что интересно можно было тебе показать и нашим подписчикам которым интересно следить за ходом жизни как живет сервис что у нас происходит так что почаще заезжай постараемся показать тебе еще что-нибудь интересненькое а так ребят не не забываем ставить лайки подписываться на канал и до новых встреч давай ждем